Итак, мы переходим к второй части нашей первой темы, то есть, а именно работа в программе Менделей. То есть мы разберем с вами, каким образом устанавливается программа и каким образом, то есть, можно импортировать интересующую нашу литературу в эту программу, а затем, как использовать созданные нами базы данных, свои собственные, свои собственные библиотеки для работы над вашими документами. Итак, для того, чтобы создать аккаунт в Менделее, вам нужно пройти на их сайт, который называется mendelee.com И, то есть, у вас есть несколько вариантов, то есть, или же зарегистрироваться, собственно, если у вас уже аккаунт существует, или же создать новый аккаунт. У меня аккаунт уже существует, поэтому я, в принципе, зайду просто под свой аккаунт. Вы же создадите себе новый, то есть, это достаточно просто, это то же самое, что и в любой другой системе. Так, я вот захожу сейчас на свой аккаунт. Есть. Так. Вот, собственно, мой аккаунт на сайте Менделея, то есть, тут есть какие-то публикации, которые относятся непосредственно ко мне, то есть, а есть же публикации, которые сама программа Менделея, то есть, она советует для меня, для прочтения, в связи с тем, что по моим собственным интересам. Итак. Ладно. Теперь, собственно, нам нужно перейти в Менделей, то есть, когда вы будете регистрироваться в данной программе, то есть, сама система предложит вам скачать Менделей. У меня эта программа уже установлена, то есть, это, опять же, это простая, бесплатная программа, которая не требует никаких, то есть, вы просто скачиваете файл и его запускаете. То есть, она выглядит вот следующим образом. Сейчас она загружается. То есть, вот, я открываю Менделей, то есть, Менделей Десктоп. В первую очередь, вам нужно зайти в ваш аккаунт. Когда вы один раз зайдете, вы можете нажать галочку Stay Sign In, то есть, вы все время, даже при закрытии программы, при последующем ее запуске, вы сможете именно работать под своим аккаунтом. Если галочки не будет, то есть, при каждом закрытии программы, каждый последующий раз, вам придется заново вводить ваш логин и пароль, для того, чтобы зайти. Так, вот, собственно, мой Менделей. Сейчас я просто удалю все, что у меня есть, для того, чтобы мы смогли с вами создать все заново. Я, да, собственно, в первую очередь, для того, чтобы работать в программе Менделей, то есть, вам нужно установить также дополнительно некоторые плагины и расширения, которые вам потребуются для дальнейшей работы. В первую очередь, мы заходим в Tools и устанавливаем плагин для работы в Microsoft Word. То есть, те библиотеки, которые вы создадите, они потом, то есть, вы будете их использовать при работе с вашими текстовыми документами, которые мы в большинстве случаев все-таки делаем в программе Microsoft Word. И второй, то есть, нам нужно установить Web Importer, то есть, это плагин или же расширение, которое нам позволит добавлять в наш Менделей информацию с интернета, который мы просто ищем в интернете. Дело в том, что расширение Менделей, оно в основном разработано для Chrome и Mozilla Firefox в основном. Поэтому я перекопил информацию сейчас в Mozilla Firefox. О, я перекопировал в Google Chrome, то есть, и я нажимаю Get, ну, то есть, на данное расширение, то есть, получить. Меня перебрасывают в настройки Google Chrome, то есть, я просто нажимаю Добавить to Chrome. От Extension. Здесь у меня происходит скачка, вот, и у меня появился мой Google Chrome. То есть, у меня спросил, синхронизировать ли меня, то есть, yes, I'm in. То есть, вот, и у меня расширение появилось в верхней части, в верхней правой части, то есть, моего Google Chrome. Так, возвращаемся, собственно, в нашу программу. Мы установили расширение для Microsoft Word, мы установили расширение для Google Chrome. Теперь, собственно, мы посмотрим, каким образом мы будем работать непосредственно с программой Менделей Desktop. В первую очередь, данная программа – это менеджер ссылок. То есть, посредством данной программы вы можете создавать свои собственные библиотеки. То есть, именно той литературы, которой вы постоянно пользуетесь. Во-первых, эта программа позволит вам упорядочить тот огромный объем информации, который сейчас доступен. То есть, нужно понимать, что в современной науке, то есть, и в образовании каждый день выходит очень много различной литературы. То есть, и очень часто люди, они просто теряются в ней. То есть, ее невозможно прочитать всю, но хотя бы нужно для себя выбрать и структурировать ту информацию, которая вам необходима. То есть, в программе Менделей вы можете создавать папки, это делается в левой части. Вы можете здесь наблюдать по тематикам. Допустим, биофизика. Извините. Переключаем язык. Биофизика. Вот. Следующее. Молекулярная биология. То есть, вы можете называть, допустим, папки именами каких-то исследователей, то есть, или помещать сюда свои собственные публикации. То есть, Кулачев, допустим, Владимир Петрович, ну и так далее. То есть, мы создали сейчас с вами четыре различные папки, в которые мы будем помещать все или иные статьи. Для того, чтобы создать папку, нужно просто кликнуть на Create Folder. То есть, создать папку. Она у вас станет активной. Вы вводите нужное вам имя. То есть, и кликаете Enter. Собственно, у вас образуется новая папка. Теперь, допустим, как вы можете добавлять ту или иную информацию. Допустим, мы кликнем на папку Биофизика. Соответственно, мы будем импортировать какую-то информацию именно в эту папку. Заходим в файл. У нас здесь есть несколько вариантов, возможных по добавлению документов. Первое. Мы просто Add Files. Мы можем какие-то PDF или файлы с расширением в Word добавлять. Уже имеющуюся у нас на компьютере можем добавлять в наш Менделей. То есть, я думаю, что у каждого на компьютере имеется папка с литературой. То есть, она у меня тоже есть. То есть, я ее назвал. Так и назвал. Литература. Вот. И у меня есть, соответственно, какая-то литература. Мы просто вот сейчас выберем какую-либо статью. Допустим, допустим, вот эту. То есть, мы просто заходим, нажимаем PDF File и делаем Open. И то есть, именно в биофизике у нас появилась статья. То есть, она сразу отображает ее название, ее автора, в каком журнале она опубликована. То есть, вся информация у нас есть. То есть, нажимаем, допустим, создадим еще папку Абрамов Алью. То есть, это ученые, за которым я слежу, чьи статьи у меня, в принципе, есть. Сейчас я вам объясню, зачем я это создал. Допустим, мы заходим в эту папку. Следующий вариант добавления документов – это добавить целую папку. То есть, Add Folder. Мы на нее нажимаем. И нас... Мы видим поисковик. То есть, опять мы заходим в папку литературы, допустим, диска D. Открываем литературу. Мы видим, что, допустим, у меня здесь есть папка Андрея Абрамова. Я ее выбираю и нажимаю ОК. И вот все статьи, которые там есть. Естественно, это как бы не все статьи автора. Но то, что я скачал на какой-то момент. То есть, они здесь есть. Вот они сразу все интегрировались в мой... Ну, то есть, в мой Менделей. Следующее. То есть, таким образом мы можем импортировать как по одному документу, так и целыми папками. Но это та информация, которая у вас уже есть непосредственно на компьютере. Если же вы находитесь в поиске какой-либо документации... То есть, давайте попробуем в Хроме найти какую-либо информацию. Просто попробуем поискать в Гугле. Допустим. Мы создали папку с Владимиром Петровичем Склачевым. Его фамилия. То есть, это один из самых сильных ученых России в области биоэнергетики. То есть, он работает на уровне митохондрии и окислительного стресса. Ну, просто давайте забьем его имя. Склачев. Метахондрии. Окислительный стресс. Специально пишу все на русском, чтобы было более понятно. Так. И просто мы можем пройти по некоторым ссылкам. Так. Сейчас мы посмотрим. Так. Но, к сожалению, это у нас больше... Это не совсем такие научные. Давайте мы перейдем на Google Scholar. То есть, для того, чтобы непосредственно найти какие-то книги или же научные статьи. Так. Google Академия. То есть, я думаю, что это подразделение Google. Я думаю, как пользоваться Google Академией, я объясню в отдельном коротком видео. Сейчас же мы просто воспользуемся его поиском. То есть, мы просто в Google Академии. То есть, перенесем наш заданный поиск. Посмотрим, что он нам даст. Вот. Вышли какие-то... То есть, достаточно много каких-то статей, касающихся работ, я бы сказал. То есть, касающихся Владимира Петровича Скалачева, где он является автором. То есть, попробуем их импортировать. То есть, для того, чтобы импортировать найденную вами литературу, вы можете или пройти на сайт, или же просто кликнуть. То есть, прямо вот в Google Scholar. То есть, вам нужно кликнуть на Web Importer. Как я сделал прямо сейчас. И Web Importer в первый раз, когда вы подключаетесь, он вас попросит синхронизоваться с вашим аккаунтом Менделея. То есть, возможно, вам придется еще раз забить ваш логин и пароль. Ну, это делается один раз, а потом Google Chrome это, в принципе, запоминает. Вам больше этого делать не придется. В моем случае он сейчас пытается установить просто контакт. Это зависит от скорости интернета, от загруженности оперативной памяти и так далее. У меня сейчас открыто очень много ссылок в браузере. Итак, то есть, мой Web Importer, он синхронизировался с моим Менделеем. Давайте мы пройдем опять в Менделеем, допустим, и нажмем, как мы делали запрос на Скулачева. То есть, мы нажимаем на Скулачева. У нас сейчас здесь нет ничего. Так, вот у нас Web Importer, то есть, он нашел все работы, которые мы нашли вот здесь, на данной странице Google Академии. То есть, мы можем отметить, здесь вот 10 ссылок он сказал, мы можем отметить то, что мы хотим, допустим, импортировать. Вот, допустим, Непряхина Ольга Константиновна нас не интересует. Видимо, Скулачев был у нее или руководителем, или же рецензентом ее диссертации, поэтому выплыла также. Так, ее работа. Мы просто выделяем все имеющиеся работы, допустим, которые нам нашел. И Web Importer всегда также предлагает сохранить страницу поиска. То есть, если вы задаете, то есть, он может отобразить как непосредственно одну работу, так и целую страницу, HTML-страницу. У нас это не интересует. То есть, мы хотим добавить это в Менделей. Я нажал добавить в Менделей. Сейчас ждем. Для того, чтобы наши ссылки появились здесь, то есть, обязательно, когда вы пользуетесь Web Importer, то есть, вам нужно синхронизироваться. Вот кнопочка Синхронизироваться. Мы синхронизируемся и ждем. То есть, вот у нас здесь происходит обновление программы. Так, но здесь почему-то не все статьи импортировались. То есть, одной статьи не хватает, поэтому... А именно вот этой статьи не хватает, поэтому мы переходим... То есть, кликаем... То есть, вот на эту статью и переходим в Portland Press. То есть, у меня уже вот она есть. То есть, эта статья опубликована в журнале By Chemicals Sites Transactions. Мы, опять же, кликаем на Web Importer. И... То есть, она у нас уже готова. Здесь, в принципе, в Web Importer находит достаточно много статей различных, потому что это сайт-журналы. То есть, и там внизу отображаются не только данные публикации, но и много еще других. То есть, мы выделяем то, что нам необходимо. То есть, опять же, просто добавляем вот, добавим у Артема в папку. Заходим в Менделей. Обновляем. То есть, вот она у нас появилась. Пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста.